В Петербурге состоялся ежегодный региональный молитвенный завтрак, который по традиции собрал руководителей и официальных представителей централизованных религиозных организаций города, органов государственной власти, общественных объединений, социальных некоммерческих организаций. Спаситель, утешитель, дух святый, наставник и путеводитель человечества и всех сотворённых тобою Божьим миром, славим тебя и благодарим. 12-й молитвенный завтрак, постоянным организатором которого является благотворительный фонд возрождения духовных традиций и духовной культуры «Молитвенный завтрак», в этом году посвящён теме «Время творить добро». В современных непростых условиях, когда каждый день появляются новые вызовы, эта фраза актуальна как никогда и звучит как призыв, давая возможность христианской церкви оказать максимум влияния, поддерживая общество. Церковь должна во всех сферах жизни человека, общества принимать участие, служить, молиться и возвещать о Божьей любви ко всем людям, проявляя также любовь к тем, кому служим. Благодарение Богу за то, что мы смогли до этого времени дожить. Будут выражены благодарность тем, кто трудился именно, совершая это добро людям, практически, ну и вдохновимся, чтобы продолжать этот труд и вдохновлять всех окружающих, потому что делать добро – это повеление Божье. Каковы последствия пандемии для церкви? В чём сегодня общество нуждается больше всего? Что могут и должны предпринять верующие, чтобы дать надежду этому миру? Эти и другие актуальные вопросы были на повестке дня. В этот период спрос и нужда более высокие на помощь социальную, на просто практическую. Знаете, если мы не можем кому-то продукты привезти, элементарно можно позвонить и спросить, как дела. Поэтому общаться, поддерживать, говорить слова воодушевления, тем более, скажу так, что говорить добрые слова ничего не стоит. Люди верующие, они всегда, зная Слово Божие, они не должны быть в растерянности в любой ситуации. И, конечно, это очень сложное, тяжёлое время было уже. И сейчас мы ещё только начинаем, я думаю, выходить из всей этой ситуации, которая сложилась, собственно, по всему миру. И вообще мы должны всё-таки в какой-то степени, как люди верующие, в первую очередь, понимать, что мы здесь временные. Мы здесь в командировке, как я обычно говорю. У каждого просто есть дата начала командировки, но никто, слава Богу, не знает конца. Потому что это всё в руках Божьих. На протяжении столетий христиане являются неотъемлемой частью России. Их духовные и нравственные устремления всегда направлены на благо страны. Непосредственная цель мероприятия – мобилизовать и объединить усилия христианского сообщества для укрепления мира, согласия, сохранения традиционных ценностей и поддержания высокого духа в современном обществе. Авторитет церкви очень велик. Церковь, я говорю, здесь обобщённая. И это такое нравственное сердце общества, на мой взгляд, нашей религиозной организации. Поэтому я только желаю всем моим партнёрам, вот с кем я и профессионально общаюсь, и по-человечески общаюсь, всем желаю сил, помощи Божией в этом действительно призвании. Мы знаем, что во времена испытаний особенным образом Господь приглашает нас к служению, призывает. И вот это время пандемии, действительно такое время призыва для христианской церкви, как на таком, скажем, уровне макро, с точки зрения организации служения, так и в служении лично каждого человека. То есть очень важно посмотреть сейчас вокруг, увидеть тех людей, которые нуждаются в помощи, нуждаются в заботе, увидеть пожилых людей, немощных людей, и, естественно, сделать всё, что мы можем с Божьей помощью. Это время особенное для христианских церквей не только Петербурга, но и всей страны. Убеждён председатель благотворительного фонда содействия возрождению духовности и духовной культуры Национальная утренняя молитва Андрея Гайдамака. По его словам, наше будущее во многом зависит от того, как мы формируем настоящее сегодня. Его поддержал полномочный представитель начальствующего епископа РосХВЕ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, член Духовного совета РосХВЕ Дмитрий Шатров, который отметил, что роль церкви в этом процессе неоспорима, и время творить добро уже началось. Бог есть любовь. Только то, что сделано с любовью, будет иметь перспективу вечности. И поэтому сегодня церковь должна не просто делать правильные вещи, а обратить внимание на мотивацию, почему мы делаем то, что мы делаем. И мой призыв ко всем сегодня – давайте делать добро не просто добро, а от избытка сердца, говорят, уста. То есть слово становится плотью от избытка сердца. Пусть там будет избыток любви. Анна Фёдорова, Максим Смирнов, Новости ТБН.